Что делает настоящего пророка лживым, когда он даёт ложное утешение, ложное ободрение, которое не учитывает истинный обстоятель, с которыми нам надо столкнуться? Иногда мы становимся лжепророками не от того, что хотим навредить, но иногда мы настолько заботимся о людях, что мы начинаем ободрять людей, и мы хотим, чтобы вы чувствовали себя лучше, потому что нам не нравятся ваши страдания, и мы говорим, что всё будет лучше, не от того, что воистину Бог проговорил к нам, что будет лучше, но мы просто хотим воодушевить вас, но пойми, это дар ободрения, это не дар пророчества. Ободрение, когда ты говоришь, слушай, всё будет хорошо, я рядом, а вот так говорит Господь, это пророчество, и ты не можешь использовать дар пророчества для воодушевления, потому что иногда люди проходят через что-то, и тебе надо посмотреть на них и сказать, Бог вообще не будет тебе помогать, и сам должен пройти через это. Лучше не будет. Ты можешь провозглашать, заявлять, требовать, болтать, хватать и исповедовать. Топать ногами, воровать, использовать кредитку для покупки, одалживать на покупке, неважно. Ничто из этого. И есть ситуации, вопреки популярному богословию, из некоторых ситуаций провозглашениями не выкарабкаться. Они предписаны Богом, чтобы ты прошёл через них и разобрался с ними, потому что Он пытается тренировать твой характер. Их характер не отхватишь на алтаре, что долларовыми пожертвованиями и пророчествами характер куётся в твоей молитвенной комнате, в твоей машине, когда никто не похлопает тебя по плечу, и ни один пророкство, когда никто не сменит тебе памперс и не будет рыдать с тобой, Бог говорит, наконец ты научишься уповать на Меня, и ни на кого кроме Меня, и ты не сможешь окупиться от этого. Нечто очень сильное ты пророчествовала ранее. Я сидел там, и когда люди давали, когда Бог использовал женщину больше потребовать нормальных даяний, и я был так впечатлён тем, что люди дают, и люди приносят свои вещи, и так далее. И в то же время я сидел там, откинувшись, и некоторые из вас смотрели на Меня, а почему Он не встаёт? Потому что я наблюдал. Вот почему меня зовут Епископ Ай. Епископ. Присматривать, смотреть, сидеть. Я не новичок, я прихожу с некоторыми пониманиями. И я пытаюсь видеть сердца людей, и Дух Святой проговорил ко мне, и говорит, Верон, что неправильно в этой картине? Я говорю, я не знаю, Бог, ты скажи мне. Проблема в том, что люди ведут себя так, как будто бы это сверхъестественно. Он говорит, я жажду дня, когда такое даяние станет ежедневным событием. Не обязательно ждать конференции. Не обязательно ждать, чтобы Джаз Бэнд играл что-то, и кто-то пел. Люди автоматически хотят давать и благословлять. Когда даяние становится частью личности, когда мы знаем, что есть нужда, тебе не нужно пророчества, не обязательно, чтобы Господь говорил тебе, кто-то... Ты знаешь, что страшно? Некоторые из вас, вы ходите в церковь с людьми, и вам нужно пророчества, чтобы понять, что у них проблемы, потому что вы слишком заняты, чтобы быть в завете с ними, вам следует жить этим, чтобы Господу не приходилось говорить вам, и нам не приходилось бы искать им помощь, вы должны быть вовлечены в их жизнь ежедневно! Господь побудил меня купить тебе продуктов. Я голоден, и Господь вынужден побуждать тебя покупать мне продукты. У меня нет еды, и Богу требуется сойти с небес и сказать тебе, что мои дети голодают, когда ты выкидываешь продукты. И Бог, который управляет всей вселенной, вынужден взять тайм-аут в управлении царством, и сойти советовать, и шептать тебе на ухо, дорогуша, пойди купи ей обед. Есть здесь что-то до ужаса неправильное. Я сам себе пожертвую, дьявол жертв. Мы должны слушать Слово Господне. Мы должны привести людей обратно к отношениям с Богом. О, если бы мы стремились к Нему! Я почти закончил. Ибо кто стоял в совете Господа и видел, и слышал Слово Его, кто внимал Слово Его и услышал, вот ключевой стих, стих 18. Я даже хочу взять этот стих и просто подчеркнуть его в Библии каждого из вас. Потому что вот что Господь говорит к тебе, это Божье сердце, слышь? Бог говорит, он ругается, он ругается здесь немного, его уже довкало. Вот почему пророки любят ругаться. Мы просто как Бог. Но посреди Божьей руганий, он говорит, вот в чем проблема на самом деле. Кто уделил время на то, чтобы стоять в Моем совете? Кто уделил время на то, чтобы отменить несколько встреч, изменить свое расписание, отложить в сторону свой титул, и сказать, Бог, что ты говоришь? Кто видел и слышал Слово Его, и кто уделил внимание Его Слову и послушал? Даже те, кто был призван быть пророками, говорят Слово Божье, которое не было получено в Совете Божьем. Всегда есть вещи, которые мы можем... Пророк может знать что-то, о ком-то. Но если нет требования заявить это, Он не может высвобождать его. Так что иногда вы подходите ко мне, и я знаю нечто, Господь являет мне нечто, но суть не в том, чтобы я сказал тебе это, а суть в том, Бог, что ты говоришь? И тогда я должен вернуться к моей собственной проблеме. Зачем я... Я что, пытаюсь впечатлить тебя? Я пророчествую тебе просто, чтобы ты знал, что я настоящий пророк? Потому что если я пытаюсь доказать тебе, что я настоящий пророк, то уже у меня личностный кризис. Если я пытаюсь доказать тебе, кто я, то проблема в том, что не тебе нужно слово, мне нужно слово. Привет, Давид! Давид был пророком, и когда Давид пошел сражаться с Голиафом, он вышел бороться с Голиафом, и Саул сказал ему, «Вот, Давид, возьми мое снаряжение!» Давид говорит, «Вы меня пардоньте!» Видишь это? Это снаряжение царя! Я не царь, я пастух! Если мне надо надрать этого гиганта, я надеру его не как царь, я надеру его как пастух! Я знаю, кто я! Мне не нужен твой меч, мне не нужно твое копье, мне не нужен твой титул, я выйду отсюда, возьму свою рогатку и палку, и я порву его как пастух, потому что я доволен тем, кто я есть! Мне не обязательно быть очередным евангелитом, мне не обязательно быть следующим великим проповедником, мне не обязательно быть следующим великим чудом, мне не обязательно быть очередным великим мужем Божьим, я знаю, что я тот, кем Бог призвал меня, и я доволен тем, кто я есть! И если Бог собирается сделать это, Он сделает это тем, кто я есть! И мне не надо ничего одевать, мне не надо никем прикидываться, мне не надо фальшивить, мне не надо ничего делать, Я доволен быть собой, и если Бог собирается использовать меня, Он будет использовать меня, как меня. Кто из вас слышит меня Духом Святым? Вот что я пытаюсь помочь вам услышать. Нам надо быть довольными, не прикрываясь Богом. Мы должны быть верны, мы должны быть верны начальной цели и намерению, которое Бог вложил в нас. C.S. Lewis, величайший христианский писатель этого века, написал, величайший дар Бога тебе, это то, что Он позволил тебе быть самим собой. Проблема в том, что мы пытаемся стать вторым си диджейсом, второй Джеки Маккаллоу, второй Пам Ванетт, Аланом Малан, пытаемся стать вторым Лерой Томпсоном, пытаемся стать вторым Епинка Памашем, пытаемся быть вторым, кем угодно ты там хочешь стать. Ты не можешь быть нами. И мы не можем быть тобой. Да ты не захотел бы быть нами. На тебе-то лясо не смотрелось бы так хорошо. Позвольте мне сказать вам вот что. Это удивительно, как всё в Боге, в окончательном анализе сводится к взаимоотношениям. Он никогда не даст ничего в отрыве от отношений. Когда Он призвал Моисея на гору, чтобы тот получил стрижали закона, для того, чтобы Он мог научить их, Моисея прежде всего должен был подняться и быть там. Как мы осмеливаемся сказать, так говорит Господь, когда мы не стояли в завете Господнем и не слышали Его Слово? Я думаю, что это невозможно для кого угодно слышать, что Бог говорит, когда мы всё своё внимание сводим на нашу напыщенность, на то, как я смотрю, а не на разбитости. Однажды у кого-то со мной были проблемы, и он говорит, «Почему ты носишь рясы всё время? Только о рясах и думаешь, и рясы выглядят странно». И я ответил, «У тебя фиолетовый пиджак, жёлтые штаны, ядовито-зелёные крокодиловые туфли». И это я странно выглядит.